В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства прокомментировали информацию о том, что беременных в учреждении госпитализируют только с QR-кодом. Всех остальных якобы отправляют в обсерватор. Так ли это, выяснял мой коллега Дмитрий Круковец. В начале прошлой недели в Сургутской окружной клинической больнице сообщали о 64 беременных пациентках. Они были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Половину выписали, они поправились. 32 будущие мамы продолжают оставаться под наблюдением специалистов. В случае, если у женщины подходит срок родоразрешения, в действие вступает специальный антиковидный протокол. О нем рассказали в Центре охраны материнства и детства. Все, конечно, с положительным ковидным статусом. Они госпитализируются в красную зону и там проводится родоразрешение. Проводится диагностика. Если есть пневмония, мы переводим в Сургутскую окружную клиническую больницу. Если нет пневмонии, но есть средне-тяжелое течение остро-рестраторной вирусной инфекции, коронавирусной инфекции, то тоже переводится в Сургутскую окружную клиническую больницу. Дети изолируются, безусловно, от матерей с коронавирусом, потому что в настоящее время и дети поступают зараженные из семейных очагов. И это не один ребенок уже, а их много прошло. У каждой будущей мамы в медицинской карте есть примерный срок, когда малыш появится на свет. Беременным перед госпитализацией делают несколько ПЦР-тестов. И если анализ окажется отрицательным, уверяют медики, родоразрешение пройдет по стандартной схеме. С иной ситуацией, как она утверждает, столкнулась сургутянка Юлия Китаева. Рассказала нашей съемочной группе следующее. Вместе со схватками у нее поднялась температура, а начался озноб. Женщину доставили в обсерватор Центра охраны материнства и детства. Прошла операция, ребенка мне не показали даже, унесли. И сказали, а потом уже меня перевели в реанимацию, и сказали, что когда там есть определенные часы, можно звонить в ординаторскую детского отделения, узнать о состоянии ребенка. И когда у них будет время, они перезвонят, и по видеосвязи мне ребенка покажут. Юлия говорит, что пыталась отдать заявление. Она написала, что отказывается от раздельного пребывания с ребенком. Женщина утверждает, что принять документ у нее отказались. Взяли ПЦР у малышки и ее мамы, а когда пришли отрицательные результаты, девочку к Юлии все равно не перевели. Она предполагает, что это из-за воспаления, которое у нее диагностировали. Также, по словам Саргутянки, в обсерваторе перинатального центра нет такой нейтральной территории. Честно, у меня вообще особое отношение к ковиду. Я там не боюсь заразиться. Я там, мне все крутили у виска, но я там всю беременность не носила маску, потому что у меня мнение, что это больше мне навредит, чем поможет, да, ношение маски. Вот. Не сказать, что я переживала, что я заражусь там в обсерваторе. Единственное, что меня сильно удручали вот эти условия, там, ну, тюремные, так скажем, да. Когда ты не испытываешь радость материнства только что произошедшего события, нужно за что-то бороться, либо соглашаться на то, с чем ты вообще не согласен. Вот это угнетало больше. В приемном отделении перинатального центра журналисту Саргу-24 по телефону сообщили, что действительно роженец с повышенной температурой госпитализируют в обсерватор. Там им сделают ПЦР на коронавирус, и от результата будет зависеть, по какой схеме у будущей мамы примут роды. Вместе с тем медики опровергли информацию, что в так называемую чистую зону отправляют только тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Для госпитализации не нужен никакой QR-код. Вот мы его не требуем и не будем требовать, потому что вакцинация в настоящее время беременных еще слишком маленькая. Это не более 5%. А для беременных более важно обследование методом ПЦР. То есть, начиная с 37 недель беременности, мы обследуем женщин методом ПЦР каждую неделю. И перед родами, когда уже 39 недель, каждые 3 дня, для того, чтобы мы знали статус женщины при поступлении. Вот это для нас очень важно. Потому что важно правильно маршрутизировать беременную, чтобы не было заносов родовспомогательного учреждения. Медицинская помощь во всех медицинских организациях оказывается без ограничений. И для того, чтобы попасть в больнице, в поликлинике QR-код не нужен. Единственное ограничение возникает при планировании госпитализации, при планировании операции в плановом порядке. Применяется ПЦР-обследование с определенным сроком, как правило, не более трех суток. Это одно из условий для того, чтобы попасть на плановую госпитализацию. Главный врач Югры Алексей Добровольский, отвечая на вопросы жителей региона, напомнил, что по результатам исследований показания к применению вакцин от коронавируса расширены. К иммунизации допущены беременные и кормящие мамы. При этом производитель отмечает, что делать прививку можно только после консультации с врачом и тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.